Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Java Rangers. Наверняка вы видели такую картинку, пытаясь войти в какое-нибудь веб-приложение. Здесь вас просят авторизоваться, используя сторонний ресурс Google, Apple или Facebook. Этим целем служит протокол авторизации OAUS 2.0. Я расскажу вам простыми словами, что это такое, как работает OAUS и покажу, как внедрить OAUS 2.0 в Spring Boot приложение. OAUS 2.0 – протокол авторизации, позволяющий выдать одному сервису приложение права на доступ к ресурсам пользователя на другом сервисе. Протокол избавляет от необходимости доверять приложению логин и пароль, а также позволяет выдавать ограниченный набор прав, а не все сразу. Чем отличается протокол авторизации от аутентификации? Протоколом аутентификации является OpenID. Он предназначен для того, чтобы понять, что этот конкретный пользователь является тем, кем представляется. А OAUS является протоколом авторизации, то есть позволяет выдать права на действие, которое наше приложение сможет производить в данном сервисе от лица пользователя. Давайте рассмотрим основные роли в OAUS 2.0. Владелец ресурса – ресурс-оунер – это пользователь, который обладает правами на защищенные ресурсы. Это может быть физическое лицо или система, владеющая данными. Например, пользователь, который хочет предоставить приложению доступ к своим данным в Google, например, к списку контактов. Клиент – это приложение или система, которая запрашивает доступ к защищенным ресурсам от имени владельца ресурса. Клиент может быть веб-приложением, мобильным приложением или серверным приложением. Например, приложение, которое хочет получить доступ к контактам пользователя Google. Сервер авторизации – это сервер, который отвечает за проверку подлинности владельца ресурса и выдачу токенов доступа клиенту. Сервер авторизации может предоставлять два вида токенов – access token и refresh token. Например, сервер авторизации Google, который обрабатывает вход пользователя и выдает токены. И сервер ресурсов – это сервер, который содержит защищенные ресурсы и проверяет токены доступа, чтобы разрешить или запретить доступ к этим ресурсам. Сервер ресурсов получает запросы от клиента и использовать токен доступа, чтобы определить, разрешить ли доступ к данным. Например, Google Contacts, который хранит контакты пользователя и предоставляет доступ к ним только при наличии действующего токена. Есть несколько вариантов авторизации OALS, подходящих для различных ситуаций. Я вам расскажу, как происходит авторизация для приложений, имеющих серверную часть. Чаще всего это сайты и веб-приложения. Клиент отправляет запрос к серверу авторизации от имени владельца ресурса. Этот запрос может включать запрос на получение кода авторизации. Сервер авторизации проверяет подлинность владельца ресурса. Например, пользователь вводит свои учетные данные и при успешной проверке выдает код авторизации. Дальше клиент использует код авторизации для запроса токена доступа у сервера авторизации. Сервер авторизации выдает токен доступа, а иногда и рефреш токен, который может быть использован для обновления токена доступа после его истечения. Клиент отправляет запрос на сервер ресурсов, прикрепляя токен доступа. Последний шаг. Сервер ресурсов проверяет токен доступа. Если он действителен, он предоставляет доступ к защищенным ресурсам клиенту. Итак, давайте создадим Spring Boot приложение при помощи Spring Initializer. Добавляем необходимые зависимости. Spring Web и OALS 2 клиент. Открываем в приложении IntelliJ IDEA. Я забыла добавить еще одну зависимость, необходимую для работы с базой данных. Это будет Spring Boot Starter Data MongoDB. Я планирую не просто работать, авторизоваться через сторонние сервисы, но и также сохранять этого пользователя в базе данных, для того чтобы в дальнейшем можно было с ним работать. Сейчас мы переходим в Application Properties. Итак, первая строка — это имя приложения Spring Boot. Оно используется для идентификации приложения в распределенных системах. Следующая строка — это URI для подключения к экземпляру MongoDB, который находится на локальном сервере Localhost и слушает на порту 27017. Следующая строка — это имя базы данных MongoDB, с которой будет работать наше приложение. Следующие два параметра относятся к ОАУС-2 клиенту. Это идентификатор клиента и секретный ключ клиента для регистрации ОАУС-2.0 клиента в Google. Этот ID используется для аутентификации нашего приложения при взаимодействии с ОАУС-2.0 с сервисами Google. Этот параметр нам нужно будет получить от Google через консоль разработчика Google API и ввести сюда. Пока я здесь оставлю пусто. Эта строка устанавливает уровень логирования для Spring Security на уровень Trace. Сейчас я нахожусь на странице Console Cloud Google.com. Я сюда пришла непосредственно для того, чтобы создать ID и секрет для своего приложения. Захожу в APIs and Services. Создаю проект. Нажимаем Create. Теперь идем в ОАУС Consent Screen. Это так называемый экран согласия. Экран, который будет отображаться у пользователя при попытке входа в наше приложение. Что здесь нам нужно выбрать? External. Create. Здесь выбираем имя. То есть имя клиента. В качестве контактной информации указываю тоже свой адрес электронной почты. Continue. Мы сейчас попали на страничку Scopes. Scopes – это область видимости ресурса Google, которую мы запрашиваем у Google. Добавляем. Значит, я здесь выбираю email, profile и openID. Continue. Теперь мы на странице Test Users. Test Users – это пользователи, которые имеют право пользоваться этой функцией до тех пор, пока приложение в рабочем состоянии. Еще не опубликовано. Я здесь добавлю себя. Сюда можно добавлять до 100 пользователей. Продолжаем. Здесь выводится общая информация. Проверяем и нажимаем Back to Dashboard. Теперь мы идем в Credentials. Create Credentials. Oaus Client Credentials. Здесь выбираем тип приложения. Web Application. Пишем имя нашего приложения. Это настройка, которая используется в Oaus Client, чтобы определить, с каких доменов могут отправляться запросы на авторизацию. Authorized Redirect URIS – это настройка в Oaus 2.0, которая используется для указания списка адресов, на которые Oaus 2.0 сервер может перенаправить пользователя после успешной аутентификации. Просто запомните, что для Google эта настройка должна быть именно такой. Вот, наконец, мы видим Client ID и Client Secret, которые мы получили. И их нам нужно вставить в Application Properties. Теперь возвращаемся в наше приложение. Открываем Application Properties и вставляем сюда два необходимых параметра. Это Client ID и Client Secret, которые мы недавно получили от Google. Создаем класс SecurityConfig. Он является конфигурационным классом, о чем говорит аннотация Configuration. Аннотация EnableWebSecurity включает настройку безопасности веб-приложения. Создаем метод, который создает и возвращает BIN в SecurityFilterChain. Он настраивает спочку фильтров безопасности. Этот метод принимает в качестве параметра объект HTTP Security, с помощью которого конфигурируются различные аспекты безопасности. Главная страница доступна всем пользователям, без необходимости входа в систему. Все остальные запросы требуют аутентификации. Приложение использует OAuth 2 для аутентификации пользователей. Метод Build завершает настройку. Далее я создам юзера. Он мне нужен для того, чтобы записать его в базу, чтобы можно было ему присваивать другие объекты. Поскольку я использую MongoDB, добавлю нотацию Документ. В нем будут следующие поля ID, GivenName, FamilyName, Name, Email, Picture. Почему именно такие поля? Потому что эти данные можно вытянуть из токена, который мы получаем после успешной аутентификации от Google. В качестве ID будет ID от Google в формате string. Также я добавлю GetResetter. Еще нам нужен UserRepository, который будет экстендиться от MongoRepository. Теперь создам контроллер. Назову его просто StartController. Здесь мне понадобится юзер-сервис, в котором будет прописана логика извлечения данных из токена и записи этих данных в базу. Пока его нет, поэтому он красного цвета. Конструктор внедряет юзер-сервис в StartController. Первый endpoint – это вход на главную страницу. Как вы помните из SecurityFilterChain, этот вход будет разрешен неавторизованным пользователям. Второй endpoint – защищенная область. Здесь должен сработать редирект на OAuth авторизацию. В теле этого метода запускается метод AddUser, который мы скоро создадим. Создадим интерфейс UserService с единственным методом AddUser. Создаем UserServiceImple, который имплементирует юзер-сервис. Здесь мы должны реализовать его метод AddUser. Мы будем использовать UserRepository, поскольку придется обращаться в базу данных. Генерируем конструктор. Рассмотрим подробно метод AddUser. Получение текущей аутентификации. В начале метода выполняется получение объекта Authentication из контекста безопасности с помощью Security Context Holder GetContext, GetAuthentication. Это объект, который содержит информацию о текущем пользователе и его аутентификации. Проверка типа аутентификации. Проверяется, является ли текущий объект аутентификации экземпляром OAuth2AuthenticationToken. Этот тип используется, если пользователь аутентифицировался через OAuth2AuthenticationToken. Извлечение данных пользователя. Принципал. Если Authentication действительно является OAuth2AuthenticationToken, то из него извлекается основной объект OAuth2User, представляющий текущего пользователя. Этот объект содержит атрибуты пользователя, предоставленные OAuth2 провайдером. В данном случае Google. Проверка на наличие пользователя в базе данных. Далее происходит извлечение атрибутов пользователя из объекта OAuth2User. На 31-й строке происходит проверка наличия пользователя с таким идентификатором в базе данных. Идентификатор – это атрибут в sub, уникальный идентификатор пользователя. Мы его кастим в string, потому что это объект. Если такой пользователь не нашелся, то есть OptionalUserIsEmpty возвращает true, то мы его создаем. С этим ему все поля, которые вытягиваем из атрибутов. Помимо sub, это будут еще givenName, familyName, name – это имя и фамилия, склеенные вместе, email и picture – ссылка на картинку пользователя. Затем этот объект сохраняется в базе данных с помощью UserRepositorySafe. Если пользователь был успешно найден или добавлен, в 42-й строке метод возвращает надпись с приветствием, включающая имя пользователя. Hello, плюс, и из атрибутов берется givenName. И далее идет обработка отсутствия токена. Если токен UAUS2AuthenticationToken не найден, метод возвращает сообщение No UAUS2AuthenticationTokenFound. Итак, давайте подытожим. Метод AddUser проверяет, аутентифицирован ли текущий пользователь через UAUS2. Если да, то извлекает его данные, проверяет наличие пользователя в базе данных и добавляет его туда, если он еще не существует. В результате этот метод позволяет автоматизировать добавление новых пользователей в базу данных при их первом входе в систему через UAUS2. Теперь можно запустить приложение. Так, сейчас я попытаюсь войти Localhost 8080 просто в незащищенную область. Мы видим здесь Hello, что и требовалось ожидать. А теперь в защищенную область Secured. И вот, пожалуйста, авторизация UAUS2. Выбираю себя, аккаунт Google, ввожу свой пароль. И вот здесь вы видите тот самый экран согласия. Здесь можно просмотреть, к чему именно приложение будет иметь доступ. Окей, продолжить. И вот мы получаем Hello, Ольга. Это значит, что мы успешно авторизовались, сохранили данные в базу данных. Если вам это видео было полезно, ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok